Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегид поступил вопрос. Почему пост – время благоприятное? Да, о посте всегда много вопросов, как правильно поститься, сколько поститься и так далее. Давайте вспомним, о чем говорит нам Священное Писание по поводу поста. Первое, я думаю, что мы должны вспомнить – это слова Господа нашего Иисуса Христа о том, что постом и молитвой изгоняются духи нечистые. Вот поэтому, чтобы нам отдалить от себя духов нечистых, чтобы выйти из-под сильного их воздействия, нужен пост. Но что есть пост? Вот очень часто пост рассматривается больше с точки зрения как некая смена диеты. То есть мы переставим вкушать скоромную пищу, и вот, образно говоря, переходим на диетическое питание. Но при этом, конечно, можно есть и креветки, и миди, и очень такую вкусную пищу. Я помню, как-то раз прочитал рекомендуемое меню на пост, и я подумал, это было еще когда я не был монахом, и я подумал, вот как здорово-то, так только в ресторанах можно питаться. Так вот, пост – это не смена диеты, это раз. Пост всегда – это тренировка в воздержании. Это тренировка. Вот если я очень люблю креветки, то я не буду есть креветок. Смысл поста – именно в воздержании, в тренировке, в этом. Я иногда говорю так своим подопечным, что вот задаю вопрос просто, что ты больше любишь? Вот без чего тебе трудно обходиться? Когда человек это называет, я говорю, вот не вкушать во время поста. Это не важно, при этом, это постная пища или не постная. Даже если это постная, но ему трудно от нее отказаться, и все, ты ее не будешь есть. Святые отцы нас учат мерам воздержания. Ну, для одного человека это воздержание в пище строгое. Ну, скажем, монахи Святой Горы постятся одним образом. Они даже рыбу вкушают всего лишь два раза в год. А вот, скажем, монастырь тот же самый, который в Москве находится, и где монахи выполняют послушание общественно-церковного характера, когда им много приходится общаться с внешним миром, ну, и требуется немножко менее строгий пост. Но чтобы было временем это благоприятным, радостным, и вообще-то так и должно быть, пост должен быть приятным для человека. Нужна мера во всем. И если эта мера будет определена и выдержана, вы получите удовольствие. Вы никогда не будете во время поста мрачными. А то тоже вот Господь ведь наш обличал иудеев за то, что вот они во время поста ходят такие унылые, мрачные, прям такие вот-вот все прям они там в посте и молитвы. Если вот такой человек угрюмый ходит, вы знаете, тогда он как-то неправильно постится. Пост должен приносить радость. Да, он может быть трудноват, но он должен радовать. Через терпение, да, через труд. Но это радость. И еще хотел бы отметить один аспект. Значит, мера поста, она должна устанавливаться, или точнее рекомендоваться, все-таки батюшкой. Это очень индивидуальное дело. Я лично, например, всегда прошу своих подопечных, во-первых, сделать анализ, посмотреть, всего ли биохимический анализ, который показывает, все ли достаточное в организме. Обязательно имеет значение, о чем-то болеет человек или нет. Есть ли рекомендации врачей по питанию или нет. И вот с учетом этих всех факторов, и опять-таки от духовного состояния, человек впервые идет на пост, многодневный, или он уже, как говорится, опытный в посте, тогда мы можем уже и индивидуально отрегулировать эту меру воздержания. В чем она и сколько. Но, как я уже сказал, самое главное, чтобы пост доставлял радость. Если вы не радуетесь, а тяготитесь постом, если вы радуетесь его окончанию, видите, наконец-то, слава Богу, пост закончился, сейчас наемся, то вы впустую провели пост. Если вы после поста не стали более умеренным в потреблении пищи, если вы также любите сладости, если вы также любите приправками добавлять и разукрашивать свою пищу, пост оказался для вас по большому счету бесполезным, потому что вы не сделали шага вперед. Да, вы потерпели, в чем-то воздержались, но потом все на круги своя. Тогда в чем успех поста? В чем его была цель? Пост должен приводить обязательно к тому, чтобы страстишка наше, чревоугодие, которую разделяют святые отцы на чрево бесия и горта на бесия, чтобы с этим у нас стало попроще. Но даже если вы радуетесь тому, что теперь можно вкушать не постную пищу, в этом тоже ничего страшного нет, это все по-человечески понятно, потому что потренировавшись, хорошо воздержавшись, потрудившись, есть чему и порадоваться. Главное не объедаться, ну и потом умеренно себя вести. Но главное, конечно же, в посте это не пища, а это духовная брань. Это, прежде всего, борьба со своими страстями. Это воздержание от грехов. То есть я в пост более сосредотачиваюсь на самом себе, на своем внутреннем состоянии, на всех движениях души, чтобы замечать, какие у меня мысли приходят, потому что любой грех с мысли начинается. Вот в этом основной смысл поста. Но еще есть одна тонкость. Пост духовный, его духовная составляющая дает прежде всего утончение тела. Вы знаете, оно становится более проницательным для духа. И вот это очень важно. Пост телесный не как самоцель, и даже не просто как воздержание, а как с целью утончения тела для того, чтобы духовно жить, более качественно, чтобы еще лучше установилась у нас связь с Богом. Когда мы обедаемся, и у нас внутри там все бурлит, кишит и так далее, кровь кипит, страсти разгораются, и тогда просто невозможно жить более нормальной духовной жизнью, более угодной Богу. Поэтому, заключая ответ на вопрос, скажу, поститесь телесно, но ради того, чтобы духовно стать богаче, чтобы стать богатырями, те, которые имеют много Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...